Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Дворец Дружбы Народов готовится к Дню Открытых Дверей. Новости из Теренги. Здоровых детей примут отдельно от больных. Ульяновске лучше, чем в Москве. Немецкие предприниматели оценили гражданскую авиацию и движение городского транспорта в регионе. Переход Ульяновск на альтернативную котельную и как это отразится на тарифах. В Ульяновске тесно познакомились с немецкими технологиями в области гражданской авиации. Делегация экспертов из-за рубежа накануне посетила наш регион. Со стороны Германии в деловых встречах участие приняли более 10 ведущих компаний. Производители авиационных компонентов, представители сферы логистики, руководители профильных направлений. От Ульяновской области представители авиационного кластера. Рината Люлова подробнее. Прямо с международного авиасалона МАКС-2019, который проходит под Московным Жуковском, делегация немецких предпринимателей приехала в Ульяновск. В рамках круглого стола зарубежные эксперты рассказали о последних разработках в сфере гражданского авиастроения, а также о новых проектах в отрасли. Это не только самолеты, вертолеты. Львиную долю занимают плоды цифровой эры, навигационные системы, электроника, робототехника и продукты 3D-печати. В прошлом деловом году мы имели возможность в данной сфере также отметить сохранение положительной динамики, то есть роста. И только в сфере гражданского авиастроения оборот наших компаний совокупный составил порядка 30 миллиардов евро. Около 100 тысяч или даже более 100 тысяч занятых насчитывают в наше предприятие в данной отрасли. 17% мирового внутреннего валового продукта в области гражданского самолетостроения приходится на Германию. Со слов немецких специалистов, высокий вклад в такую статистику вносят не мастодонты отрасли, а именно компании среднего и малого бизнеса. В Германии почти все они работают под эгидой Федерального союза немецко-авиационной и космической индустрии. Пользуюсь случаем подчеркнуть возможность сотрудничества между немецкими и российскими компаниями в сфере гражданского самолетостроения. И, конечно же, желаю вам приступить к такому сотрудничеству. Хочу сказать, что иногда трудно даже представить себе и поверить, на какие технологические достижения способны, казалось бы, небольшие компании. Желание к сотрудничеству обусловлено прежде всего инвестиционной привлекательностью региона. Однако зарубежные гости отметили не только благоприятный финансовый климат, но и движение транспорта в городе. В отличие от Москвы, таких пробок в городе нет, что, как оказалось, является плюсом для немецких предпринимателей. После того, как мы четыре дня провели в Москве и имели возможность познакомиться с московскими пробками, сегодня, когда мы ехали из аэропорта в центр вашего города, мы имели возможность увидеть те преимущества, часть тех преимуществ, которые имеет ваш город как регион для инвестиций и оценить их. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, который присутствовал на встрече, в свою очередь презентовал успех региона в гражданском авиастроении. Большое количество предприятий задействовано в кооперационных связях крупнейших авиационных проектов нашей страны, таких как «Сухой Суперджет» и «МС-21». Более 40% комплектующих, которые задействованы в производстве новейшего лайнера Российской Федерации «МС-21», который был продемонстрирован буквально несколько дней назад на авиасалоне «МАКС», производится именно предприятиями Ульяновской области. После круглого стола все его участники могли установить между собой прямые контакты и пообщаться в более неформальной обстановке в формате B2B-встреч. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости, Управды ТВ. Представители администрации, правительства и ульяновского филиала «Паутэплюс» провели встречу без галстуков, пригласив журналистов. Обсудили переход Ульяновска на альтернативную котельную. Дискуссия получилась жаркой, многих до сих пор интересует вопрос, как новинки в теплоэнергетике повлияют на жизнь ульяновцев, а главное, повысятся ли тарифы. Для начала альтернативная котельная – это метод расчета тарифов на тепло. Для всех потребителей в городе устанавливается предельный уровень цены на теплоэнергию, который рассчитывается, исходя из затрат на подключение, обслуживание и строительство нового источника тепла. Модель предусматривает создание единой организации. Было задано много очень вопросов. Вопросы острые, актуальные. Действительно, люди хотят разобраться в этой теме. Нам приятно отвечать на эти вопросы, потому что мы действительно за тот период, который прошел, сильно погрузились в эту тему. У него есть у этого закона огромное количество плюсов, которыми действительно нужно грамотно распорядиться. Напомним, что именно Ульяновск станет первым городом в европейской части России, который с 1 января 2020 года переведут на новую модель рынка тепла. На альткотельную уже успешно перешли город Рубцовск в Алтайском крае и Ленёва в Новосибирской области. По словам заместителя директора ПАО «Т-Плюс» по коммерции и развитию Александра Вилесова, Ульяновск в качестве пилота был выбран не случайно. Ульяновск осознал, что этот механизм для них является приемлемым и с точки зрения роста тарифа, и с точки зрения объема инвестиций, поэтому они для себя приняли такое решение. Метод альткотельный позволит компании больше вкладывать в развитие теплоснабжения Ульяновска. По предварительной оценке инвестиции составят около 8 миллиардов рублей в течение 10 лет. Перспектива для нас ясна. Мы должны увеличить качество с обеспечением надежности, которое, безусловно, должны ощутить граждане города Ульяновска. Что касается тарифов, то в нашем городе плата за отопление у потребителей разная, даже если люди проживают в соседних домах. В следующем году самые высокие тарифы в городе будут замораживаться на 5 лет. У остальных потребителей тарифы постепенно вырастут. Как результат, у всех в городе установится одинаковая стоимость тепловой энергии. В 2020 году средний рост платы за отопление не превысит 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Тем временем, по словам Александра Виллисова, новую модель рынка тепла начнут вводить в других городах России уже со следующего года. Здоровых детей примут отдельно от больных. После ремонта Теренгульская поликлиника заработает в новом режиме. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году в Теренгульской больнице станет уютнее. Этим летом начался ремонт детской поликлиники. Главный врач учреждения провела экскурсию по объекту и рассказала о том, что уже успели заменить и отремонтировать. Вы видите, у нас уже проведена замена окон, полы заменены, выложена плитка, подготовлены стены для покраски и штукатурка проведена. Ну, в общем-то, уже большая часть работ, грязная, такая черновая работа завершена. Поликлинику обещают сдать в октябре этого года. Родители малышей ждут открытия, ведь им пообещали удобную регистратуру и современный интерьер. Мама двоих детей Ирина Сидорова больше всего ждет организации раздельного потока для маленьких пациентов. То есть после открытия поликлиники здоровые и заболевшие инфекциями дети будут приниматься в разное время. Ну да, это, конечно, хорошо, потому что приходишь чисто на прививочку, а тут больные детки сидят, конечно, уже ребенок твой заразится, может, это сразу. Потому что там и кашель, инфекция, все распространяется быстро очень. На ремонт поликлиники выделено 3 миллиона рублей. Преображение медучреждений входит в реализацию нацпроекта здравоохранения. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. В презентации нового балетного класса репетиций народных коллективов 28 августа во Дворце Дружбы Народов «Губернаторский» состоялась репетиция Дня открытых дверей, который пройдет 1 сентября. Сейчас идет активная подготовка к празднику. Кроме того, руководство Дворца Дружбы Народов подготовило подарок для детей, кто занимается танцами. Подробности у Ирины Антоновой. Всего два дня осталось до начала нового творческого сезона. Идут последние приготовления к праздничному концерту. Коллективы репетируют на большой сцене. Также в первый день осени во Дворце Дружбы Народов «Губернаторский» пройдет по традиции День открытых дверей. 1 сентября в 12 часов Дворец Губернаторский распахнет свои двери самым талантливым гостям. Будущим художником, звездом вокала, хореография, модельного мастерства. В программе Дня открытых дверей концерт, презентация творческих коллективов, знакомство с руководителями коллективов, а также в запись кружки и коллективы художественной самодеятельности. На Дне открытых дверей будут присутствовать представители Центра сохранения и развития фольклора, которые расскажут, как можно записаться в их творческие коллективы. Поучаствовать в Дне открытых дверей могут представители любого возраста. Кроме того, накануне открытия сезона в Губернаторском состоялось торжественное открытие балетного класса. Этот балетный зал был, как трансформер, разобран до основания и собран заново. Здесь поменены витражи, заменен пол, профессиональные станки. Ну и, естественно, не обошлось без нашего творческого вклада. Мы постарались и часы в духе с направлением деятельности этой аудитории разместить на стене. Ну и, допустим, вот эта вот кошечка, которую можно увидеть в этом зале для того, чтобы дети на уроках не отвлекались на сотовые телефоны. Теперь в обновленном классе будет заниматься 400 девчонок и мальчишек из ансамбля танца «Счастливое детство», ансамбля эстрадного танца «21 век» и государственного ансамбля танца «Волга». Это ради детей. Приходя сюда, хочется творить. Приходя сюда, вы смотрите на стены, на прекрасные окна, на пол, который совершенно новый. И, конечно, хочется работать, работать и работать. Но самое важное – это царский подарок для нас. Почему? В этом году нам исполняется 40 лет. В новом балетном классе прославленный коллектив будет готовиться к юбилею, который отметят в апреле следующего года. «Приходите на дверь открыт дверь!» Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Уллправда ТВ. Впереди День знаний, традиционные школьные линейки и поздравления с началом учебного года. А что подарит в этот день учителям? Наш корреспондент вышел на улицы города, чтобы узнать мнение ульяновцев. Слово Виктории Черковой. Цветы, конфеты или устные поздравления. Что подарит ульяновцы своим учителям на День знаний? Спросим у прохожих. Ну, обычно хризантемы. Сколько у вас в среднем выходит цена за букет? Ну, в районе 300 рублей, может дороже, по-всякому бывает. Не знаю, там скидываются все по 300 рублей, что ли? Что купят, не знаете? Что-то, не знаю точно. Что-то купят, что-то хорошее. Цветы, наверное? Букет из фруктов хотела учительнице подарить. Она у нас в возрасте, ей полезно будет. А что, что-то дарят? Ну, цветы. У нас родительский комитет занимается, пока не знаю. Пока только деньги перечислили. Я вот в эти вопросы даже не уникаю, они как-то сами уже решают последние 2-3 года. Ну, цветы обычно дарят. Мы собираемся цветы. Ну, я за то, чтобы от класса один букетик подарить. Ну, как-то, мне кажется, это по-современнее. Ну, родители у нас решили, что нужно каждому. Поэтому мы покупаем букет цветов. Идем поздравлять учителя. Подарки нет, подарки мы не дарим. Мы подарим по одному цветочку. Каждый ребенок у нас будет дарить по цветочку. В итоге у нас получится большой букет. Мы узнали об этой акции «Помоги детям». В интернете, везде, в принципе, люди об этом говорят. И решили сделать так, ну, как благотворительная помощь детям. Деньги пойдут на лечение ребят с онкологическими заболеваниями. Напомним, акция «Помощь детям с опухлями мозга» проводится уже 6 лет. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе сохранится прохладная погода, вероятность дождя минимальная. Завтра в Ульяновске столбик термометра удержится на отметке 15 градусов по Цельсию. Ветер северный 6 метров в секунду. Магнитное поле слабо возмущенное. Ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. Хороших вам! В выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!